Шпионы, прошлое и настоящее. Как британские спецслужбы обходят закон ради слежки за своими врагами? Почему один из легендарных борцов Ирландской Республиканской Армии стал двойным агентом? Оксана Кундеренко подробнее. Он был легендой и, как оказалось, предателем. Джо Кахилл, лидер Ирландской Республиканской Армии, много лет шпионил в пользу британцев. Его шантажировали спецслужбы. Отказаться от сотрудничества было невозможно. Невозможно. Кахила поймали на педофилию. Он домогался 14-летней девочке, и это подтверждали фотографии. Дело было в 70-х. За такое в те времена сами члены Ира убивали без суда и следствия. Так Кахилл стал доносчиком. Знали об этом единицы и тайны так и не раскрыли. Кахилл умер в 2004-м. Хоронили его с почестями, вспоминали как великого борца Ира. За 30 лет бомбардировок и терактов его организация уничтожила 1800 человек. Это была война. Кто говорит, что в войне не обходится без жертв среди гражданского населения? Война не чистое дело. Современные спецагенты не отстают от коллег и все мы с вами давно уже у них на крючке. Да-да, снова большой брат. Прослушивают, просматривают и прочитывают наши смс-ки и звонки. Позволяет лазейка в законе. В реальном времени это делать нельзя, а в записи, пожалуйста, достаточно судебного постановления, которое выдают пачками. Крупные мобильные операторы получают по 150 запросов в месяц. Полиции обязаны предоставить доступ к архивам, а значит любой частный разговор уже не такой уж частный. Поделать с этим ничего нельзя, можно только жаловаться. Чем занимаются правозащитники пока тщетно. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...